События дня. Номер 549. Деяние апостолов 1.8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. За 14 июня 2017 года. Повторяю несколько раз выступление священника Константина Пархоменко, почему наши святые не всегда удачный пример для подражания. Напомню, как Мария Египетская каждый год читает на канон Андрея Критского. Но это ни худо, ни бедно. Полторы тысячи лет. И ни одного примера подражания нет. И не может быть. У нее дня не было по Евангелию, чтобы она жила. Она ничего не знала. Как она приняла крещение, ничего. И, кроме того, добавляли, стилизовали. Он это открыто говорит. Я об этом говорил, когда насчитывал жития святых. Еще в 80-е годы. Я вот гляжу в интернете, как новинка что-то ставится. А у меня это уже давным-давно было. И десятки раз повторено. А они, как гляжу, построчно читают. Это удивительно даже. Такие простые истины. И необходимо годы, чтобы доходило, дозревало. И теперь авторитетно скажет священник. Ну, скажет-то, скажет. А из дела-то ничего не изменить. Никакими приказами не сделаешь, пока люди не будут отдавать предпочтение Слову Божию Святой Библии. Так-так написано. И весь сказ. Подошел сатана и говорит Христу. Как разбирает Достоевский три искушения, в которые вложены все искушения мира. И на все ответ Божий написано. И весь ответ написано. И рассуждать нечем. Написано. Попяться назад, и чтобы тебя Бог не поразил. Написано. Замри. Прикуси язык или проглоти его. Написано. Забудь все, что ты знал до этого. Считай, что написано в Святой Библии. Вот как нужно рассуждать. Написано. И вот мы когда смотрим на примеры, какие нам ставят Александра Невского, Сергия Радонеческого. Там против канонов сплошь идет. Канонов, которые никому не дано нарушать. Шестой Вселенский Собор, второе правило, говорит, это трубы Духа Святого. А здесь сплошь и рядом. И на этот позорный пример, вредный, греховный, ссылаются целое столетие. А что нужно бы делать? Ну, нарушителя сразу же по нормам, что там написано. Придать анафеме его, и все, и кончилось. И Сергием Радонеческим так же надо было поступить. И с Пересветом и Ослябей. Ну, это канон. Седьмой Вселенский Собор, шестое правило там считают, что... Или вот мирские власти помогали, ставили там епископов в сотрудничество с властями. Седьмой Вселенский Собор, третье правило. Все епископы недействительные. А так, шарашкина контора. Все до одного, до патриарха. Если употребим мирские власти, как Пимен становился, последний патриарх. Ну, явно дело-то, что это открыто. Как они не скрывают, там все видно. Боятся избрания открытого, как патриарха. Ну, открыто, чтобы голосовали, перед тем, как... Ну, и выбор был. Три лучших, или на большее число голосов набравших. И тогда слепой там сфер Махамандрит, там, где он, не знаю, руку протягивает, в шапку лезет, или где достает быть патриархом Тихона. Он меньше всех набрал голосов. Вот на это патриарх Кирилл не пошел. Потому что заранее тому говорили, угоден он всем властям, все довольные. Вот понимаете, или не понимаем, мы совсем этого и потеряли направление. Канон гласит, вопрос снят. Ведь фактически суды-то и прокуратура ничего не решают, кроме того, что в законе написано. И они призваны, все суды, соблюдать закон. Его обязан соблюдать и патриарх, и президент. Решение суда окончательно опровергать могут там где-то, в высшестоящей инстанции. Но выносятся окончательно. Я судился много лет. Когда освободился, в 86-м году, в марте месяце, я подал заявление, что неправильно осужден был. Многое изъяли у меня. А потом и реабилитирован был. Вначале помилован. 11 лет шел суд. 11 лет непрерывно по одному делу. Вернуть мне похищенное, что у меня забрали. И выиграл процесс. Вещь неслыханная, что Президиум Верховного Суда СССР отменяет все бывшее. Амелина подписана там. И заново начался суд, и все выиграл. Теперь у меня в центре города Барнаула два здания, лично в моем пользовании, в личное передано. И 13 соток земли. Центральный район, как я хотел, просил. Все так и сделали. Прямо напротив Краевого Суда бывшего. Там теперь музей истории, искусства, там еще чего-то. Вот как. Так и каноны церковные написаны, и весь сказ отпал. Зачем тебе на это лезть это показывать себя умнее или богохульнее, чем раньше ты был? Никак. Ни под каким видом. Ни никогда не идти на какое нарушение. И вот здесь выходит Константин Пархоменко. И я показываю, как называется по-русски, почему наши цветы, они всегда удачный пример для подражания. Ну вот написано. Ну и все на этом. А вот как оно в электронной версии тут написано. И надо на это смотреть. Сравнивать. То он говорит, подделывает там, подтирают. И все это действительно так и есть. И я об этом говорил. Кричал. Сейчас сегодня о мощах вдруг заговорили. Андрей Кураев, другие. А я говорил это десятки лет назад. Десятки. О крещении. Вдруг купели начали строить-то. А до этого поносили, как могли только. Почему награда? Благословен Господь. А мне говорят, смотри, ваша версия оказалась верная. Да какая версия? Так написано. И события дня. Подкинул кто-то эту тему. Она у нас идет уже 549 номер. Без пропуска. Ни одного дня не пропустили. Ну и что у вас события? Вчера мы пошли на этот домик у нас. Там была Малютина. Сначала Дмуха строил. Саша потом Малютина там перекупила. Ну а потом Новикова. И наконец хозяином сделался я. А я его определил для приезжающих. Не себе же это. Тем более мне деньги, если дают, я их никогда не считал своими. И поэтому указывать тут пытаются мне, кому отдать. Не надо. Покупайте сами. Оставленные, брошенные дома. И дарите кому хотите. Я знаю кому. Нуждающимся. Вот приезжаю сейчас из Канады. И надо успеть построить там еще прихожку. Ну как приемную или как назвать, даже не знаю. Успеем или нет. Вчера мы с Володей там бились. Две большие старые яблони были спилены. Роману Малышу помогал. Вот. Вчера меня повезли на разъезд. Где разрушены были стратегические склады. С пшеницей. Совершенно интересно. Вот где бы не оставили какое здание, окна все побитые. Всегда. Ни одного оставленного здания нет, чтобы окна не были побитые. А почему? Ну ребятиишки валуются. Так взрослые тоже делают. Стоит у нас на вокзале. Станцию закрыли на короткое время. И успели за это время пригнать. Бульдозеры развалили. Хорошее здание каменное. Все развалили. А теперь ошиблись. И туда приехали. Склады стояли. Ну солена началась. Везде строят. Там склады, как и элеваторы. И вдруг все ломать. И в отвалы везде столкнули фундамент. А почему рядом железная дорога. Начальство едет. И что увидело, что ничего нету. То есть боязнь. Ну боязнь была при Сталине. Так. 500 тысяч японских шпионов к нам забросили. Или 5 миллионов японских шпионов. И они расселились по всей тайге. И дано указание, чтобы негде им было ночевать. Разрушить все до основания. И люди знать ничего не знают. И вдруг старушки сидят их выкидывать. Сжигают. Специально это все сделано. И сейчас точно та же самая идет. И кто-то там из-за Запада Америки или кто руководит. Не знаю я. Но вы-то живые люди. Свои здания. Но оно нежилое. Ну и пусть оно стоит нежилое, законсервированное. Через месяц, два, год кто-то приезжает, будет жить. Нет, никому не дать. Вот в этом вся власть безбожия. При царе так не было. Оставленные здания стояли. Стояли и находились жители. Здесь все до основания. Ну меня повезли вчера показывать. Прям взорванные буквально. Плиты висят. Перекрытия. Подойти нельзя. Они вот-вот оторвутся. Ну и там, которые фундаменты были разломаны бульдозерами. В отвалах. И теперь нам это нужно. Первый мостик восстанавливать. Видимо ломами долбить будем. Где? В глубине. А как достать оттуда? Их все столкнули. Все на разрушение идет. Сначала все эти здания были уничтожены. А теперь там не поселишься. Но все равно, Бог даст, будут жить тут другие люди. Другие. Как об этом хорошо сказала Нина Данилова, депутат законодательного собрания, Алтайского краевого законодательного собрания от КПРФ. Вот ответ. Это вчера за один день только что. В первый раз вчера искупались. У нас есть пруд Новый Южный. Ну, кто это так делает? Вот, допустим, в прошлом году Роспотребнадзор чего-то решили, что купаться в пруду нельзя. Ну, там глубина два с лишним метра, нескольких гектаров, площадь его поверхность, зеркало. И мы его теперь сантиметров на 35 уровень воды подняли. Нельзя купаться. 200 лет, ровно 200 лет будет на будущий год. А сейчас нельзя. Ну, мы не стали ничего говорить. Новый пруд создали. Пруд, не колодец, не артезианский какой-то, или колонку. Новый пруд. И вчера в нем купались, и показано было. Ребят водили туда, женщины. Потом купались сестры. Ну, и ребят засняли, даже будет стоять ролик. Он мелкий, там было больше. Ну, там меньше метра. И ровная гладкая поверхность дна. И никакой сущок туда еще не попал. И дети купаются, и рядом взрослые стоят. То есть там никто не может погибнуть. Ну, только припадочные. Упадет, но его вытащат. Ну, какой-нибудь. Бывает такой припадок. Ну, у нас таких и нету детей. Вот тоже первый раз свозили меня показательно разрушенные. Здесь первый раз. И здесь мы все ощущали. У Романа Малыша территория с этой стороны еще не обозначена была. Мы отступили еще метров на 15-20. Вот. Это все первый раз. Немножко тут было шкурить. Начали подготавливать сваи для прохода через первый мостик ко второму пройти. Это дальше работа будет. Вот. Так все это... Все в первый раз, как мы приехали. Но мы не знаем, как будет дальше. Может ли приехать милиция, полиция там. Чего ради. Теперь лагеря нету. Нету. Слово лагеря исчезло. Ну, здесь все вот. Стращат, шторки делают. Сестры все готовят. Я занимаюсь зеленью. Зелень это как винегрет приготовить. Из трав, дикорастущих трав. Ну, сестры приносят тут лук. Чеснок свой есть у Надежды Васильевны. И укроп. Там бывает компонентов 12 я набираю, крошу, потом их толкушкой толку и в холодильник. И теперь в пищу добавляют. Дети уже ходят босиком. Это очень благотворно. Жара стоит. Птички летают. И вот сколько мы вчера нового было за один день. Ну, и как всегда, показать наши богатейшие ресурсы. Настолько богатые, что даже надо увидеть это. У нас это Мойл.ру. Я показывал. Сейчас включать здесь неудобно. Ну, включу и все же покажу. Откроется, нет? Не знаю. Вот. Это Мойл.ру. Мой мир. Очень прекрасная система. Все эти контакты. Одноклассники даже близко не приблизились по качеству. Вот оно, как я где в шапке. А есть такой еще лист дополнительный. Там с голубем я стою. То не надо. Там дополнительно. А здесь смотрите. И вот вверху кистине 2. Собачка.мейл.ру. Это адрес. Сюда можно заходить. Висать. Вот. И вот у нас есть православный форум. 1600 тем. Очень богатый. И наш видеоканал. Ну, канал вот только что поставил. Вот уже 13 человек посетили. А вчера вот выставил пояснение перед первым обедом уже за 10 часов 528. Это буквально рекорд. Кое-кто смотрит. Ну, 500-полтысячи человек к нам в глубинке находящихся где-то зашли. Но это чего-то стоит. Вот первый раз пришли в храм. 281. Самой малой популярностью пользуются проповеди Златоуса. 38 всего. Ну, ничего. Вот. Сегодня вот считаю Златоуса. Ну, тут мало еще. 42 минуты, 3 человека. Все равно смотрят где-то. И православный во свете Библии канал. Канал. Это не канал, а библейский православный сайт. Канал я вот здесь показал. Вот. Канал очень большой. 7 350 видеороликов. Наших. Конкретно наших. И вот по событиям дня все это показываем. У меня времени уже нету. Это я с 4 часов сижу. А сейчас уже 8 час. Безвыходно. В интернете. И все это высчитывается. Ну, по-другому никак. Одно и то же по нескольку раз переделаешь. Система не пропускает. Один ролик тут закачивает. Ни одного не закачивает. Закачивает в других городах. Где-то что-то. Модераторы там, администрация занимаются. А просто скопировать его. В Mail.ru перенести. Где-то раз 8. И пришлось перегрузку делать. Перегрузку сделал. Компьютер. Пошло. Все на этом. Благодарю за внимание. И слава Иисусу Христу.